А вы в курсе, что подавляющее большинство имущественных преступлений совершают ворогастролеры, которые прибывают в наш город из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Объектом кражи может стать любой предмет – от ношенных пляжных шорт, достиральной машинки или гидроцикла. Здравствуйте! На канале ФКТ «Время программы в курсе» в студии Инга Габеша. Сегодня мы поговорим о работе полицейских в разгар курортного сезона. Наш гость сегодня – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УВД по городу Сочи Кирилл Криченков. Здравствуйте, Кирилл Васильевич! В полицейских сводках и новостях очень часто телезрители слышат словосочетание «комплексная профилактическая операция «Курорт». Судя по тому, что в названии обычно фигурирует и, так сказать, год выпуска, мы делаем вывод, что это операция ежегодная. В чем суть операции «Курорт-2016»? Да, действительно, вы правы. Традиционно в курортных городах Краснодарского края, в Геленджике, в Анапе, в том числе в Сочи, проводятся комплексно-профилактические мероприятия в рамках операции «Курорт». В текущем году операция, как обычно, у нас началась 1 июня текущего года. Почему комплексная? Ну, действительно, весь комплекс направлений деятельности курортной сферы контролируют сотрудники полиции. И цель одна – обеспечить безопасность, безопасность отдыхающих, гостей города Сочи, жителей Сочи. И, действительно, все направления деятельности полиции охватывает эта операция. Это и безопасность дорожного движения на дорогах города Сочи, это и безопасность предоставления услуг, торговля, это и усиленное патрулирование мест с массовым пребыванием граждан, общественных мест, пляжей, парков, скверов. То есть, во всех направлениях мы работаем весь курортный сезон, когда город Сочи полон отдыхающих. Ну, а какие подразделения принимают участие в обеспечении безопасности жителей, гостей города? Задействована ли общественность, возможно, дружинники? Подразделения абсолютно все. И у каждого свое направление деятельности. Как я уже сказал, сотрудники государственной безопасности дорожного движения контролируют безопасность на дорогах города Сочи, на улично-дорожные сети, сотрудники исполнения административного законодательства контролируют всю торговлю, места предоставления услуг, в том числе экстремальный туризм, который в наши дни получил довольно широкое распространение в городе Сочи. Сотрудники патрульно-постовой службы в усиленном варианте несения службы обеспечивают патрулирование мест с массовым пребыванием граждан. В этом году полиция очень часто сообщает об изъятии крупных партий наркотиков, алкоголя, в том числе о выявлении, сообщаете, так называемых резиновых квартир. Можно сказать, что работа полиции в этом направлении значительно активизировалась. Существуют ли другие приоритетные направления в деятельности сочинской полиции? Конечно, мы пытаемся обеспечить контроль за всем ввозимым в город Сочи товаром, продукцией. И алкоголь, который ввозится, а в большей части это суррогат, тоннами изымается. И цель одна, чтобы он не достиг потребителя наших гостей города, чтобы никто не отравился, не подорвал себе здоровье. По наркотикам аналогичная работа проводится. У нас, вы знаете, есть контрольные пропускные пункты при въезде в город. Это Магри со стороны Туапсинского района, со стороны Абхазии это ПСОУ. Абсолютно досконально проверяется весь въезжающий автотранспорт, все люди, которые переходят границу, на предмет наличия у них запрещенных к свободному обороту предметов и веществ. Ну а какие преступления можно причислить к классификации курортная? Приведите, пожалуйста, примеры. Ну, самые распространенные преступления это, конечно же, кражи. Это имущественный блок. Именно летом увеличивается количество краж на пляжах. Когда отдыхающие оставляют без присмотра свои личные вещи, идут купаться, отдыхают. В это время какие-то вещи ценные у них пропадают. Другой вид преступления, а также краж, это в ночное время, в местах временного проживания. Это гостиницы наши, частные гостиницы. И причем, если мы в гостиницах порядок навели, все гостиницы, которые реестровые, нам известны, со всеми проведена профилактическая работа с целью не допущения у них на территории совершения каких-либо преступлений в отношении гостей. Ну, вот частные гостиницы или частные дома, которые предоставляют услуги проживания гостей, да, но они наиболее подвержены таким преступлениям. Особенно в ночное время, когда люди открывают окна, открывают двери, может быть, где-то даже нет кондиционеров. И этим пользуются преступники, те люди, которые приехали также на курорт, но со своей целью, именно обогатиться преступным образом. Ну, как же бороться с этим видом преступления? Вот, профилактические меры мы принимаем в отношении, в первую очередь, в отношении собственников жилья с теми лицами, которые сдают свое жилье в наем, в аренду. Мы вносим рекомендации, распространяем памятки, как уберечь себя от уличных преступлений, от краж, грабежей, разбойных нападений. Какие меры должен знать отдыхающий гость нашего курорта, чтобы обезопасить свой отдых и уехать отсюда с нормальными, благоприятными впечатлениями. Ну, а кстати, давайте просветим, какие меры безопасности должен предпринять человек для защиты себя и своего имущества, чтобы не стать жертвой курортного преступления. Как нужно действовать? Ну, в первую очередь, конечно же, не оставлять свои вещи без присмотра. Это и на пляже, и в местах отдыха, в гостиницах закрывать двери. Если жарко, ну, пользуйтесь кондиционерами. В ночное время, ну, действительно, преступники уже до такого профессионализма дошли, что в ночное время заходят в номер полностью заселенный, да, где люди отдыхают, спят и так глубоко, что они даже и не слышат, и не чувствуют, что в отношении них совершается преступление. А утром, проснувшись, обнаруживают отсутствие сотовых телефонов, планшетных компьютеров, денежных средств, украшений. Ну, вот если уже произошло это преступление, какого алгоритма? Как действовать? Значит, в первую очередь, ничего нельзя трогать, не нарушать обстановку, которая была в месте совершения преступления. Незамедлительно обратиться к сотрудникам полиции по телефону 02, по сотому телефону 020, вызвать следственную оперативную группу. И, дожидаясь приезда сотрудников полиции, это много времени не займет, я вас уверяю, потому что у нас достаточно сегодня сил и средств, которые обеспечивают безопасность людей. Ну, пока полиция приедет, необходимо просто вспомнить те обстоятельства, которые происходили с потерпевшим какое-то время назад, когда совершено было преступление, либо до совершения преступления. Какие-то подозрительные люди, машины подъезжали, вспомнить ситуацию, которая складывалась в это время, ну и попытаться это все сотрудникам полиции объяснить. Если поговорить о детях, трагедия в Карелии, конечно же, потрясла всю страну, но в нашем городе безопасность и отдых детей, в том числе и приезжих, да, которые из разных регионов приезжают к нам в городе, в город всегда эта безопасность обеспечивалась на высоком уровне. Вот как это происходит в нынешнем году, есть ли какие-то нововведения? Очень серьезные мероприятия нами проведены по контролю за этой деятельностью санаторно-курортных учреждений, те, которые принимают детей. У нас есть полностью данные всех учреждений санаторно-курортного комплекса, их на территории города Сочи 18, там, где будут организованные группы детей отдыхать. Все они неоднократно проверялись сотрудниками полиции, причем сотрудники полиции достаточно квалифицированно дали рекомендации, что необходимо сделать для того, чтобы обеспечить безопасный отдых детей, гостей наших. Помимо этого, мы совместно с администрацией, с общественностью проверяли все пляжи. Особое внимание уделялось техническим зонам, где предоставляются услуги экстремального отдыха. Это парашюты, бананы, гидроциклы. Я хочу отметить, да, действительно были выявлены определенные нарушения, но в целом благополучно на сегодняшний день складывается обстановка с этим видом предпринимательства. Выделены определенные техзоны, те предприниматели, оказывающие услуги, имеют необходимые на это разрешения и документы. Ну и работа, действительно, она будет продолжаться до конца курортного сезона под нашим будительным контролем. То есть недосчеты есть, и все предпринимается, чтобы их устранить? Есть, конечно, ну помимо административного воздействия в отношении правонарушителей, мы, конечно, объясняем им, чем чревато эти нарушения, да, и что грозит предпринимателю в случае нарушения, а тем более в случае какого-то чрезвычайного происшествия. И довольно я убежден и заверяю всех, самые серьезные меры административного воздействия будут применяться к тем лицам, должностным лицам, предпринимателям, которые не обеспечивают безопасность в первую очередь детей на объектах предоставляемых услуг. Обеспечение безопасности дорожного движения. Это тоже составная часть операции Курорт-2016. В Сочи на дорогах очень много машин, плюс курортники наши приезжают на собственных автомобилях. Вот какая работа ведется сотрудниками Сочинской госавтоинспекции? Ну, я скажу, что вот очень много машин, это скромно сказано, да, город Сочи это самый автомобилизированный город России. Здесь больше транспорта, как говорится, на душу населения, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Это только местный транспорт, который здесь прошел соответствующую регистрацию. А если брать во внимание тот транспорт, на котором гости сюда прибывают, то, соответственно, количество транспорта увеличивается как минимум в полтора-два раза. Поэтому, и вы понимаете, что специфика сама города Сочи, это узкая полоска вдоль побережья Черного моря, ограничена с одной стороны прибрежной полосой, с другой горами, не позволяет сегодня, да, в большей степени разгрузить эти транспортные потоки, потому что одна дорога действительно у нас, и другой возможности приехать в город Сочи и передвигаться по городу Сочи нет. Поэтому сотрудникам государственной безопасности дорожного движения, сотрудникам дорожного патрульной службы поставлен целый комплекс задач. Это связано и с техническим состоянием транспортных средств, которые ездят по нашему городу, это связано с состоянием дорог по городу Сочи, это связано с распорядительно-регулировочными действиями на оживленных перекрестках, в том числе пешеходных переходах, для того, чтобы свести к минимуму те условия, при которых создаются заторовые ситуации. Ну тут сразу же вопрос о джиппинге. Вот этому виду деятельности курортного бизнеса уделяется большое внимание. Почему и почему к нарушителям применяются такие суровые меры, вплоть до изъятия автомобиля? Ну действительно, что такое джиппинг? Ну джиппинг это один из самых экстремальных видов туризма. И много случаев, в том числе в городе Сочи, когда этот вид деятельности повлек за собой трагические последствия, были чрезвычайные происшествия, в том числе в Лазаревском районе у нас погибали люди и получали телесные повреждения. Поэтому, ну конечно, мы не можем в стороне стоять и вся наша деятельность, ну пока она носит, конечно, запретительный характер, носит для того, чтобы обеспечить безопасность наших гостей. Мы и самим курортникам, гостям города Сочи объясняем, чем чревато пользование данным видом услуг. Ну и естественно, проверяем техническое состояние того транспорта, который перевозит наших гостей. В основном это машины отечественного производства УАЗы, ГАЗ-66. В большинстве своем они уже свой моторесурс исчерпали. И, соответственно, передвигаться на таком виде транспорта небезопасно. Поэтому при проверке технического состояния эти машины изымаются, ставятся на штрафные площадки для устранения технических неполадок собственниками автомобилей. Ну, мы пытаемся это сделать, чтобы устранялись это в условиях специализированных техстанций. Мы понимаем, в свою очередь, конечно же, этот вид деятельности имеет право на существование. Действительно, конечно, гости курорта хотят посмотреть отдаленные уголки города, красивые места, водопады, лес, реки. Но вместе с тем мы понимаем и пытаемся объяснить, что и этот вид деятельности он должен носить какой-то упорядоченный характер. Во-первых, маршруты передвижения, они должны быть безопасны, они должны быть согласованы. Техническое состояние транспорта, я об этом уже говорил, оно должно быть безупречное. То есть сам курортник может это проверить? На что, какие аспекты конкретно курортнику нужно обратить внимание, если он собирается на экскурсию в горы на внедорожнике? Как он может проверить, что все в порядке? Вы понимаете, до настоящего времени курортников, мы не заметили, что это их интересует. Машины в большинстве своем переоборудованы. Нет ремней безопасности, нет детских кресел. Но наши гости не смотрят на это, не обращают внимания. Они садятся сами, берут детей маленьких на руки и передвигаются. И мало того, что передвигаются по городу, по хорошим дорогам, те, которые в принципе у нас соответствуют предъявляемым требованиям, но и пытаются заехать в такие места, где, конечно, машина может и перевернуться, и тормоза отказать, заезжают в реки, а это очень опасно. Конечно, это большая, очень обширная тема, и, наверное, это тема для отдельной передачи, с показом примеров каких-то, со статистикой, потому что действительно очень опасно, и в нашем городе получают широкое распространение. Широкое распространение, особенно, я еще раз повторюсь, это Лазаревский и Адлерский район. Я хочу заверить, что пока будут осуществляться под пиратским флагом предоставления таких услуг, мы вынуждены будем применять жесткие меры к собственникам этих транспортных средств, к тем лицам, которые предоставляют эти услуги, для того, чтобы это все упорядочить и создать безопасные условия этого вида отдыха. Да, борьба с такими недобросовестными предпринимателями должна вестись без остановки. Но еще одна курортная отрасль – это розничная торговля товарами народного потребления. Здесь полиция делает акцент на торговле спиртными напитками, в том числе слабоалкогольными. С чем это связано и на что нужно обратить внимание при покупке, например, банки пива на пляже? Ну видите, вот наша деятельность, как я уже сказал, связана прежде всего с безопасностью отдыхающих. И продукты питания, и алкоголь тоже предоставляют какую-то опасность для жизни, здоровья наших курортников. Во-первых, требования, которые установлены федеральным законодательством, устанавливают определенные правила реализации алкогольной продукции, в том числе. Вы знаете, это временные ограничения. Любые алкогольные напитки должны продаваться только в стационарных объектах, и на пляже ими торговать нельзя. Наши проводимые рейдовые мероприятия часто устанавливают нарушения правил торговли и продуктами питания, и спиртными напитками, отсутствие холодильников, отсутствие элементарных условий, которые обеспечивают должное санитарное состояние. И, ну, в том числе, как я уже сказал, холодильники, витрины. Поэтому, еще раз говорю, что будем продолжать, и это направлено только для обеспечения безопасности наших гостей. Ну, а если такой человек с активной жизненной гражданской позицией заметил нарушение, куда он может обратиться? Пожалуйста, обращайтесь. У нас на каждом патрульном автомобиле написан телефон доверия дежурной части. Все знают, телефон 02, он не изменился. С сотого телефона 020 набирайте дежурную часть, вам ответят, примут любую информацию. И эта информация в соответствии с нашими нормативно-правовыми ведомственными актами будет незамедлительно проверена. И что будет грозить недобросовестному торговцу? Ну, как минимум, это административная ответственность. Административный протокол, который будет рассмотрен либо начальником территориального органа внутренних дел, либо судом. Ну, есть и статьи, по которым предусматривается конфискация имущества. То есть мы изымаем продукцию до решения суда. Кирилл Васильевич, спасибо вам огромное за содержательный, очень интересный разговор, за исчерпывающие ответы. К сожалению, формат нашей программы ограничен, но мы рассчитываем, что вы обязательно нашим телезрителям расскажете о результатах операции «Куррош-2016». Спасибо. Спасибо вам. На этом время наша программа подошла к концу. Будьте в курсе всех событий города и всего доброго. Еще раз спасибо, Кирилл Васильевич. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok